МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АЛЛОДИСМЕНТЫ АЛЛОДИСМЕНТЫ Наша уникальная телекрин для школьников, которую организуют и поддерживают телерадиокомпания Гомель и Гомельская облсполком, близится к концу своего 10-го юбилейного сезона. И мы вдруг вспомнили, что не случилось в этом сезоне нашего традиционного ежегодного лицейского дерби. Два лицея перед вами. Встречаем. Справа на синей стороне студии первый гомельский лицей капитан Данил Галушка. АЛЛОДИСМЕНТЫ Серьезные ребята. Слева на красной плане студии Гомельский государственный областной лицей капитан Родион Полевой. Итак, два лицея, которыми рулят два старых друга соперника. Они играют в одной команде, Даниил и Родион. Но вот сейчас судьба их развела по разные стороны нашей студии. Так случается в жизни, но каждый из них будет защищать, что называется, цвета и честь своего государственного учебного заведения. Проще говоря, лицея. Итак, начнем мы с нашей традиционной донетки. Наша блеф-игра. Самая быстрая кнопка, самый, по-хорошему, нахальный человек. Ну вот так у нас сложилось. Даниил, кто это будет? У нас самый интуитивный и самый быстрый Михаил. Миша, хорошо. И самый высокий, заметьте. Родион, кого отправляете в бой вы? У нас все угадает Даша. Хорошо. Итак, Миша против Даши. Вперед! Все очень просто. У вас только один шанс. Вот, Миша, сразу как на старте Усейн Болт пригнулся-то, а? Итак, внимание. Всего один шанс нажать на кнопку и сказать да или нет. Потому что я иногда говорю правду, а иногда и, глядя вам в глаза, прямо в камеру, начинаю сочинять. Итак, играем. Верите ли вы что, в Гомеле только два лицея? Прошу. Да. Больше десятка лицея у нас, в том числе речного флота, приборостроение и так далее, и так далее, и так далее. Не получилось у вас заработать пять очков для своей команды. Играем. Верите ли вы что, японская сакура, это собственно та же самая наша вишня? Михаил? Да. И вы правы, первые пять очков первому лице. Играем. Верите ли вы что, молнии бьют только из облаков в землю? Михаил? Нет. Почему? Ну, потому что просто нет. Просто нет. Разные конфигурации между облаками, земли даже бьют в облака, вот такие они, молнии, непредсказуемы, как женщины. Играем. Верите ли вы что, планету Венеру можно наблюдать в полночь? Михаил? Я думаю, что нет. Да, она внутренняя планета, она видна только на закате и на восходе солнца. Ну и заканчиваем. Даша, я в вас верю. Верите ли вы что, в Сингапуре, вот эта гадость, жевательная резинка запрещена законом? Да. Дуэль игра. И все про вас. Он называется «Мы знаем все». У вас несколько секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед. А еще раз. Лицей, лицей. Я принадлежу. И первый лицей закончил обсуждение. Областной то же самое. Начнем. Первый бой лицеи. О лицеях больше всех знает Миша. Не зря в лицее учится. А, логично. А вы уже не оттуда, понимаю. Хорошо. Значит, Миша завершает свое выступление. То есть это его второй выход. Больше двух раз на стойке не выходит. Родион, кто такой герой у вас? Главный лицей с нашей командой – это, конечно же, Виктор. Хорошо. Итак, Михаил против Виктора. Вперед. Начнем. Первый лицей в роще близ Афин, тогда он назывался Ликей, в честь Аполлона Ликейского, основал именно этот великий ученый древности. Михаил? Может быть, арестатель? Плюс пять очков, Михаил. Вот, Виктор, заметьте тактику Михаила. Он выжал кнопку, пять секунд он имеет право думать. Он использовал, он прекрасно понимает, что нет штрафа, нет минуса, и назвал первую пришедшую ему в голову фамилию. Повезло, что пришло то, что нужно. Играем. В честь этого российского императора был назван царско-сельский лицей. Петр Первый. Увы, у соперника есть шанс. Возможно, Александра Первого. Александровский лицей Александр Первый. Михаил снова демонстрирует свою тактику. Играем. Российская поп-рок-группа под названием «Лицей» состояла из трех кого? Михаил. Возможно, гитаристов. Гитаристов, понятно. Гитаристов уже неправильно. Виктор. Нажмите кнопку и получаете результат. Скажите хоть что-нибудь. Состояла она из трех не гитаристов и гитаристок, из трех девушек поющих. Это была девичья поп-рок-группа. Играем. Решильевский лицей находился в этом южном городе Российской империи. Михаил. Я предположу, что он находился в Пятигорске. Понятно. Мимо. Виктор. Замечательный южный город. Решилье. Дюк, который стоит, в котором памятник. Одесса, это ребята. Одесса, Одесса, Одесса. Теперь вы это знаете. И заканчиваем тему. Лицей во Франции появились в 1802 году по императорскому указу. Указ подписал он. Наполеон. Наполеон Балабард, вы правы. Итак, 25-10. У нас следующий бой. Играем. Бой великие ученые. Даниил, улыбнитесь и представьте себя в роли Аристотеля. Ну, себя и представил, но великие ученые в будущем у нас это Саша. Саша, да, великий ученый, я согласен, очень великий. А Родион? Все о великих ученых знает Даша. Итак, Саша против Даши. Вперед! Ну что, Даша, пора догонять. Играем. После окончания политехникума он голодал и даже подумывал, а не пойти ли со скрипочкой по улицам, зарабатывая на хлеб. Что же за великий ученый? Мечтал о величии, но был голоден и играл на скрипочке. А это Альберт Эйнштейн, ребят. Ну что вы, ну надо хоть что-нибудь нажимать, хоть что-нибудь говорить. Мы же играем без штрафа, играем. Этот ученый издал первый в России учебник физики в переводе с немецкого языка. Опа. Что же за русский ученый такой, энциклопедист? Опа, Даша. Пускай будет Ломоносов. Пускай будет Ломоносов, это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Эту спираль открыли Крик и Уотсон. Великие ученые. Да. Возможно, это электромагнитная. Электромагнитная спираль. Вдвоем крутили. Даша. Есть такое шоу. Я не имею права рекламировать чужие передачи, но там вот об этой спирали говорят очень много. Это спираль ДНК. Теперь вы это знаете. А вот этого великого ученого мы знаем в основном благодаря коту. Шрёдингер. Шрёдингер, да, это мысленный эксперимент ученого Шрёдингера. Ну и заканчиваем. Великий ученый и писатель Карамзин, ну, естественно, при поддержке тогдашнего российского императора, написал огромный труд о государстве российском. А что ж за труд такой был? Историю государства российского написал Карамзин. Теперь вы это знаете. Итак, 25-20. Даша, вы практически сравняли счет. Я поздравляю вас. У нас в следующий бой. Играем. Даниил. Даниил нужен срочно знаток точных наук, начиная от геометрии и заканчивая астрономией. Знаток точных наук у нас сегодня Катя. Прекрасно. А у Родиона? А у нас это сегодня Егор. Итак, Катя против Егора. Вперед. Точные науки. Евклид своими началами положил начало этой науке. Геометрия. Да, это правильный ответ. Из средневековой ее выросла вся современная химия. Это фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Катя. Ну? Алхимия. Алхимия. И в ойке свою команду вперед. Это раздел физики, который изучает превращение теплоты и других форм энергии. Да? Кинематика. Нет, не кинематика, а теплоты. Катя? Теплодинамика. Не могу принять такой ответ. И ваш учитель бы не принял, и на Олимпиаде приняли термодинамика. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений, называется... Теория вероятности. Отлично. И заканчиваем. По одной из версий английский Stonehenge использовался для таких наблюдений. Астрономических. Великолепно отыграл Егор. 25-40. Областной лицей выходит вперед. Нужно теперь догонять вам. Следующий бой. Четвертый бой у нас 12 месяцев. Разнообразные события, праздники и все остальное. Нужно просто догадаться, в каком месяце все это происходит. Даниил, кто по месяцам у вас специалист? О сказке и не только знает у нас Настя. Ну, сказки там не будет, Настя. В сказку мы потом с вами попадем. А тут серьезная игра. Родион. Недавно с календарем посидел Паша. Посидел Паша и посидел. Так, Настя против Паши. Вперед! В этом месяце православные отмечают свое Рождество. Прошу. Это январь. Это январь, да, католики в декабре. Играем. В этом месяце у европейцев день дураков. Прошу. Апрель. Прекрасно. 1 апреля. Паша. Я верю в вас. В этом месяце, как почему-то считают, происходят брачные игры у котика. Март. Ну, почему-то говорят мартовские коты, хотя им, по-моему, без разницы. В этом месяце открылся уже, помянуты нами, царско-сельский лицей. Ну? Апрель. Апрель. День дураков. Нет. У вас есть шанс, Паша? Июнь. Кто же открывает учебное заведение летом? А если вы читали у Пушкина? Октябрь уж наступил. 19 октября праздновали лицеисты, соратники Пушкина, однокашники, день открытия лицея. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. А вот победу Октябрьской революции советские люди праздновали в этом месяце. И это был фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу вас, Настя. Октябрь. Вот это одно из заблуждений, что столетняя война длилась сто лет. Вот и так далее, и так далее. А Октябрьская революция советские люди праздновали в ноябре. 40-40. Вы сравняли счет. Поздравляю. Следующий бой. Вперед. И теперь у нас принципиальный бой. Даниил Галушка против Родиона Полевого. Вперед. Если собрать все их титулы и медали, то можно с полной уверенностью о них сказать. Мы знаем все. Ну, по крайней мере, много. Играем. Начнем. Эта война началась с подброшенного богам золотого яблока. Троянская война. Троянская война. Да. И яблоко подбросили с надписью «прекраснейший» и закрутилось. Играем. После декабря 1991 года, увы, мы уже никогда не сможем побывать в этой замечательной стране. Даниил. СССР. Советский Союз. Вы правы. Да. В Арктике этот прибор ненадежен. Отклонение до 25 градусов. Ардион. Компас. Компас. Вы правы. Отлично. Несмотря на нежное имя, на поверхности этой планеты ад. Давление до 100 атмосфер, температура до 500 градусов. Ардион. Венера. Венера. Прекрасно. И заканчиваем. Древняя дорога из Китая в Переднюю Азию называлась и называется сейчас именно так. Ардион. Великий шелковый путь. И это правильный ответ. 4-1. Пересчете на пятерки наши 25. И счет стал 45-60. Областной лицей впереди. Следующий бой. Тест играем. Итак, в первых наших темах правильное ответство 5 очков. В тест-игре в нашем скоростном централизованном тестировании все будет дороже. Правильный ответ. С лету 10 на подборе 5. Кто готов тестироваться, Даниил? С тестами на «ты» у нас Катя. У нас Егор готов справиться. Катя против Егора. Вперед. Тема у нас символика. Вось символ твой, забытый край, уродный. Писал про жменью на сене. А. Янка Купала. Б. Якуб Кулас. С. Максим Богданович. С. Максим Богданович. С. Максим Богданович. Правильный ответ. Плюс 10. Отлично. Словие о полку Игореве. Символ тоскующей женщины это. А. Лебедь. П. Ласточка. С. Кукушка. А. Лебедь. Лебедушка, да, такая? Не-не-не. Катя, у вас вариант? Ласточка. Ласточка? Нет, ласточка пролетает. На самом деле, с кукушкой сравнивает неведомый автор слова о полку Игореве с тоскующую Ярославну. Никому. Играем. В средние века единорог. Это символ. А. Невинности. Б. Неудержимости. С. Неуловимости. Б. Неудержимости. Это неправильный. Ответ Катя. С. Нет. А. Это невинность. А. С. Это неуловимость. Только невинная девушка могла подойти, накинуть свой поясок на шею единорогу и увезти его. В общем, куда-нибудь увезти. Итак, поехали. Косой. Икс-образный крест. Это символ святого. А. Андрея. Б. Бенедикта. И С. Владимира. Прошу. А. А. Андрея. Первый вариант ответа. Первый вариант ответа. Хорошо. Вот чувствуется серьезный человек. Андреевский флаг отсюда военно-морской в России. Косой синий крест. В честь апостола Андрея. Плюс 10. Играем. Символ телеигры. Величайший что, где, когда. Это. А. Сова. Б. Филин. И. С. Неясыть. С. Неясыть. Вот это вот. Угу. Угу. Нет, вы не правы. Сова. Увы, Катя, это всеобщее заблуждение. Не сова, а филин. Вот то, что показывают в передаче. Символ, что декада. Это филин. Теперь вы это знаете. 55-70. И лидирует областной лицеи. С. Владимира. Вперед. У нас слайд игра, Даниил. Кто решает картинки с буквой «Л»? С буквой «Л» и прочими у нас хорошо разберется Настя. Настенька, мы в вас верим. Родион. У нас картинки любит Виктор. Прекрасно. Итак, Настя против Виктора. Вперед. Ничего жать не нужно. Алгоритм. Я думаю, знает, что такое алгоритм, раз учитесь в лицеях. Посмотрел на экран, 5 секунд подумал, повернулся к микрофону, сказал слово, получил 15 очков. Ну и так далее. Начнем мы с выигрывающей пока команды. Это областной лицей. Виктор, играем с вами. Три. Две. Нет, Настя, может, вы ответите. Возможно, это лукомастер. Лукомастер. Ну, левша. Тот самый левша из рассказа Лескова, который подковал блоху. Вот блоха, вот левша. Теперь вы это знаете, почитайте. Очень славная историка. Настя, играем с вами. Прошу. Буква «М». Это мечта. Вот это вот. А. Ну, изображение. А, да, да, да. То есть, кто о чем мечтает? Мама мечтает о доме, папа о машине, ну, а дети о разной ерунде. Продолжаем. Накидка. Увы, не имею права комментировать. Прошу. Не знаю. Не знаю. Тоже на «Н». Ребятушки, вот так выглядит нейлон. Настя, играем с вами. Настя, играем с вами. Настя, играем с вами. Это «Оливер Твист». «Оливер Твист». Хо-хо-хо-хо-хо. Тоже не комментируй, Виктор, может, вы знаете. Я думаю, что это «Онегин». Настенька, ну какой «Оливер Твист»? Медный всадник. Едет. Что ж мой «Онегин»? Полусонный в постелю с балой едет он. А Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Да. Виктор на подборе взял 10 очков, и мы продолжаем с ним. Поехали дальше. Тишина гробовая в студии. Я считаю, что это «Посейдон». «Посейдон». Ну-ну. Настя. Это «Перун». Это славянский «Перун». Вы правы. Ну, «Посейдон» у него же трезубец. А у «Перуна» что у него в руках? «Молнии». «Молнии» – это правильный ответ. Теперь на подборе «Блестящая» сыграла Настя, и мы продолжаем с ней. Это «Ребус». А может, решите его заодно. Там написано «Малыш» и «Карлсон». Вот такой «Ребус» с шифровом названия известной детской книжки. Прекрасно, «Ребус» был отвечен. Играем с Виктором. Селфи. Селфи, конечно же. И у меня единственная просьба – не пытайтесь повторить это на себе. Селфи нужно делать с головой. Настя, играем с вами. Понятно, что «Земля» – это робот. Что осталось? Пять секунд. Это машина, но транспорт. Транспорт. Виктор. Я считаю, что это знаменитая «Тесла». На которой Илон Маск отправил в космос манекен. Браво, Виктор. Отсвоился. Нет, Виктор? Нет. Нет. Может, Настя в такие древности. Вот в лихие девяностые и в не менее лихие нулевые не говорили валюта, доллар, а называли вот это условные единицы. У-Е. Настя, играем с вами. Имя. Не узнаете? Виктор. Это робот Федор. Робот Федор, конечно, который намозолил всем глаза в новостях. Виктор, вы сыграли выше всех похвал. Вам аплодируют студии, вам аплодируют ваши коллеги. Итак, 95-115. Разница в 20 очков. Ну, символично. Именно столько в «Риск-игре» стоит правильный ответ. Итак, разница в 20 очков. Данил, Родион, ваш выход. У нас «Риск-игра». Вперед! Сам того не желая, я нарушил правила. Я обязан, просто обязан спросить у капитанов, кто идет в последний и решительный бой. Вы были невероятно точны и попали в городской лицей. Хорошо, попал в городской лицей. Великолепно. Родион, областной лицей. Из-за областной мне промахнулись. Я очень редко промахиваюсь. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Тема «Лицей». Словарь «Даля» указывает, что лицей иногда выше этих учебных заведений. Гимназии. Гимназии, а даже иногда университетов и академий. Лицей для «Даля» – это вообще символ всего недостижимо высокого. Плюс 20. Счет сравнялся. Великие ученые. В честь этого советского психолога назван целый педагогический колледж в Гомеле. Выгодский. Браво! Плюс 20. Родион, вам сейчас не нужно хлопать, вам нужно сейчас держать кнопку. Точные науки. Эту дисциплину, которая подарила миру цифровую революцию, в советских школах ввели аж с 1985 года. Информатика. Прекрасный ответ. Играем. 12 месяцев. В этом месяце, в следующем году, будет, извините, Родион, православная Пасха. В апреле. Прекрасная. Хотя Родион у нас католик, я знаю, но братьев православных он тоже знает, любит, уважает. Мы знаем все. Внимание. Третья – Канчинджанга. Вторая – Чогури. А первая? Родион. Эверест. Она же Джамалунгма. Браво! И так случается, что в наших соревнованиях, в наших играх обе команды получают диплом за первое место, за победу. Вот так случается, когда играют по-настоящему умные, сильные, азартные игроки. Но самое главное – смотрим пятерку. Обязательно смотрим пятерку. И получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин